Здравствуйте! Сегодня понедельник, 17 августа. В эфире новости от Максимаркетс. Наш официальный партнером информационное агентство Bankir.ru. В этом выпуске обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий Bankir.TV, а также видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров. И вначале о главных экономических новостях. К этому часу Новая Зеландия опубликовала июньский индекс деловой активности в секторе услуг. Япония обнародовала предварительные данные по изменению объема ВВП за второй квартал и с начала года, а также квартальный индекс дефлятор ВВП, учитывающий уровень инфляции к предыдущему году. На европейских торгах Швейцария отчитается по изменению реального объема розничной торговли за июнь. Еврозона опубликует итоговые показатели по балансу внешней торговли за июнь, а Европейский центральный банк объявит еженедельный объем покупок ценных бумаг. Германский Бундесбанк опубликует ежемесячный отчет по ситуации за прошедший период. Великобритания представит августовский индекс цен на жилье и отчет наблюдательного совета за банковской деятельностью в стране. В Канаде выйдут данные по объему операций с иностранными ценными бумагами, а в статистике из США будут представлены чистый объем покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами, производственный индекс Empire Manufacturing и индекс цен на рынке жилья за август. Падение инфляции в еврозоне остановилось. По окончательным данным, представленным в июльском отчете, индекс потребительских цен в регионе остался на прежнем уровне 0,2%. Это позволило быкам на торгах в пятницу продолжить восстановление пары и сформировать дневной максимум на отметке 1,1188. Однако задержаться здесь не удалось. Опубликованные в ходе дальнейших торгов предварительные данные по динамике ВВП показали, что рост ВВП еврозоны во втором квартале замедлился до 0,3%, после предыдущего роста на 0,4%, продемонстрировав таким образом вслед за Китаем значительную неустойчивость собственной региональной экономики. Курс пары на этом фоне начал снижаться и к закрытию торгов протестировал минимальный дневной уровень на отметке 1,1097. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем краткосрочное снижение пары в ценовую зону 1,1085, 1,1040, а затем возобновление восходящего движения курса единой европейской валюты к ценовым уровням 1,1190, 1,1216, 1,1246 и, возможно, выше к уровню 1,1270. Настрой рынка по отношению к фунту по-прежнему остается благоприятным. После выхода позитивной статистики по труду инвесторы ожидают рост потребительской инфляции и повышение Банком Англии норматива процентной ставки уже в феврале 2016 года. На этом фоне на торгах в пятницу британский фунт вернул утраченные за предыдущие дни позиции и вновь закрепился в верхней части четырехнедельного диапазона на ценовом уровне 1,5650. Вместе с тем стоит предупредить, что в этой ценовой зоне усиливается риск разворота пары на снижение. Технические факторы и рост ожиданий сентябрьского повышения ФРС процентной ставки на доллар могут стать довольно сильными драйверами развития нисходящего движения пары. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем завершение подъема курса британской валюты вблизи ценового уровня 1,5680. Далее ожидаем разворот и снижение пары к целевым уровням 1,5619, 1,56, 1,5580 и 1,5540. Первое Форекс телевидение с 9 утра по московскому времени. Каждый час новости, обзоры и прогнозы финансовых рынков. Максим Маркетс ТВ. Зарабатывай на новостях. На торгах в пятницу цены на золото продемонстрировали разнонаправленные движения. Неспособность металла пробиться ниже ключевого уровня 1,100 долларов за унцию позволила быкам перехватить инициативу от минимального уровня предыдущего снижения 1,112,22, попытаться восстановить котировки к ранее достигнутому максимуму. Однако попытка не удалась. Уже на уровне 1,121 доллар рост золота прекратился, а котировки металла возобновились снижением. Поводом стало укрепление доллара США, а также лучшее, чем ожидалась динамика розничных продаж за июнь и июль. Кроме того, в США вновь выросла доходность десятилетних правительственных облигаций, что привлекло инвесторов с точки зрения альтернативных вложений. В итоге стоимость металла вернулась к утренним минимумам, вблизи которых и завершила торговую неделю. По состоянию на сегодняшнее утро ближайшие краткосрочные сопротивления для золота проходят по уровню дневного разворота – 1116 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх продолжит подъем металла к следующим целям – 1121 доллар, 1126 и, возможно, 1132 доллара за унцию. Ближайшая поддержка для него расположилась на уровне недельного разворота – 1110 долларов. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение металла к ценовым уровням 1104 и 1100 долларов за унцию. В нашем прогнозе на понедельник предполагаем краткосрочный подъем, а далее возобновление нисходящей коррекции металла к вышеназванным целевым уровнем поддержек. Стоимость сентябрьских фьючерсов на серебро вновь продемонстрировала в пятницу довольно сильную волатильность. От уровня открытия торгов 15 долларов 40 центов котировки металла возобновили рост. Однако выход американской статистики существенно изменил ценовую динамику металла. Резкое увеличение в США объемов промышленного производства и производства перерабатывающей промышленности вызвал ажиотажный спрос на доллар, мгновенно обваливший цены на серебро. Курс металла стремительно снизился и от достигнутого дневного максимума 15 долларов 61 цент протестировал на исходе торгов ценовой уровень 15 долларов 17 центов за унцию, вблизи которого и завершил сессию. По состоянию на этот час ближайшее краткосрочное сопротивление для серебра проходит по уровню дневного разворота 15 долларов 33 цента. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к ценовым уровням 15 долларов 50 центов, 15 долларов 60 центов и возможно 15 долларов 85 центов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне недельного разворота 15 долларов 19 центов. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к ценовым уровням 15 долларов 10 центов, 15 долларов 5 центов и 15 долларов ровно за унцию. В нашем прогнозе по серебру также ожидаем возобновление и снижение стоимости металла к вышеназванным целевым уровням поддержек. Информационный видеоканал Максимаркетс теперь в прямом эфире на ютубе. Подпишись и будь в курсе.